Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки, доброе утречко. Мы продолжаем играть в ферму, и, в общем-то, что у нас происходит? Поля, во-первых. Тут у нас растет кофе, и два поля из трех у нас не удобрены до конца, потому что прошлый урожай там отделялась соломка. А еще, кстати, часть поля требуется вспашкой, я совсем забыл, что там после свеклы надо было чизелить, но ладно уже, хрен с ним. Давай, друг, едь, удобряй. Далее, друзья, наши сады-теплицы. В принципе, у нас тут везде все хорошо, даже ничего довозить не надо. По крайней мере, на теплицы, на сады. Удобрения, наверное, не помешало бы довезти. Давайте сразу-то и довезем. Сады-теплицы. Сады-теплицы. Ну вот так вот. Быстренько вроде как все сделали. Остальные ингредиенты пока что все есть, поэтому нет никакого смысла сейчас это все дело туда грузить. Куда ты, друг мой, поехал? Все, едь, давай разгружайся и паркуйся. С садами разобрались. А склад пока свозить не будем. Как-нибудь потом. Там еще мало всего. Что у нас еще здесь на базе есть из предприятий, за которыми надо периодически следить? Удобрения. А пока что рано. А, вода закончилась. Ух ты. Вот за этим я не уследил. 500 кубов сюда можно вместить. У нас там чел сейчас возит воду на цементный завод. Когда закончит, отвезет воды. Семена закончились. Можно доставать. Носилосной башни что у нас? Есть уже много силоса, много травы. Точнее, есть много силоса и можно закинуть много травы. Поэтому ты, друг, едь, забери оттуда силос. А ты, друг, съезди, отвези туда травы. Мы с этим тоже разобрались. Далее, друзья, еще заводики наши. Давайте тоже глянем. Алко и металл. Тут у нас все работает. Электроэнергия есть. От кормового завода, друзья, я электроэнергию отключил. Ее тут под нас собиралось довольно много. Пускай тратит ее. Этот завод выжирал все. На электростанции, друзья. Что у нас на электростанции? Черт. Он не хочет перепрыгивать этот завор. Последний угольный модуль, который мы ставили. Он работает, у него все хорошо. Топливный модуль, разумеется, соляра закончилась. Но я его запускать не буду. Первый топливный модуль. О, скоро закончится. Надо перевезти угля. Давай, друг, вези туда-туда уголь, чтобы электростанция работала. Раз, друзья, у нас на той электростанции закончился уголь, то и на этой, соответственно, скорее всего, тоже. Да, закончился. А что вообще по электричеству на ней? Да, но электричества на ней нет. Все электричество ушло на ПМС-переработка. Тут у нас, кстати, перерабатывается мусор. Есть уже много ресурсов, но они настолько медленно потребляются в производстве упаковки, что я не вижу никакого смысла их туда даже сейчас переваривать. Электроэнергия там есть, пускай перерабатывается. 40 кубов он еще. Довольно много. Вроде как. Если она вдруг будет заканчиваться, завезем угольную электростанцию. Не проблема. Вот по поводу упаковки, друзья, я подумал, что надо бы ее отсюда забрать. Давайте вот 10 поддонов выгрузим. И эту самую упаковку отвезем на сталелитейный завод. Потому что на этом самом сталелитейном заводе... А что отключено-то все? Все заполнилось, да? Сейчас поедем разгружать. На этом самом сталелитейном заводе есть еще 3 линии производства, которые у нас не задействованы. Это производство свинца и серебра, стальных деталей и стальных пластин. Свинец и серебро пока что делать не будем. Там надо голениц ехать добывать. А вот стальные детали и стальные пластины, я думаю, что имеет смысл сделать. Чтобы вот они хотя бы вот чуть-чуть их было. Мало ли где они пригодятся. И туда еще поддоны надо привезти и упаковку. И тогда эти линии запустятся. Поэтому давайте возьмем вот этого парнишу и отправим его на ПМС. Едьте туда. Приедет нам скажет. А тут да, у нас остановилось, потому что все забилось. Сейчас выгрузим, все пойдет обратно в работу. А пока он там ездит, будем заниматься другими делами. В общем-то, что я удумал сделать. А во-первых, я хочу поставить фермерский рынок. Чтобы продавать наше добро садов. У нас его выращивается довольно много. Ездить продавать его каждый раз мне не особо охота. Да и в общем-то посмотрим, как это работает. И думаю, что поставить его вот сюда будет самым правильным решением. Хотя еще вопрос, сколько места он занимает. Черт, а он падла, конечно, здоровый. Хотя по-хорошему, нет, на эту лужайку он, друзья, не помещается вообще никак. А тогда, друзья, я предлагаю поставить его вот на эту лужайку, которую мы раньше косили. Мы ее больше косить не будем. Мне, честно говоря, не хочется. Можно даже поставить его, знаете, вот здесь прямо напротив въезда. Вот так вот, чтобы прям ровно было. Ну, почти ровно. Я думаю, вот так вот будет нормально. Давайте поставим. Бздынь. И готово. Фермерский рынок. Я думаю, имеет смысл даже здесь сразу сделать какой-нибудь более-менее красивый въезд. Только надо найти еще правильный какой-нибудь асфальт. А вот он буквально сразу и нашелся. Вот, сделаем вот так вот, чтобы было красивенько здесь. Въезд был въездом. Здесь как бы есть еще один въезд, но мы его делать не будем. Погнали посмотрим, что это такое. Этот самый фермерский рынок. Вроде как тут даже должно быть все красиво анимировано. И сюда мы можем продавать что-нибудь. О, знакомая тетя. Я ее видел на зеленой долине, по-моему. Она там какого-то живуля мыла. Давайте лучше здесь этот самый фермерский рынок откроем. Их тут аж два. Значит, продать яблоки, абрикосы, бананы, вишню. По 100 кубов можно закидывать. Кокосы можно продавать. Оливки, апельсины, персики, груши, сливы, цветную капусту. Короче, все, что мы выращиваем на теплицах, садах. Как быстро оно будет продаваться, неизвестно. Есть, друзья, еще один фермерский рынок. Квадратные тюки сена, квадратные тюки соломы. Силос, круглые тюки. Ладно, это все неинтересно. Картофель, сахарная свекла, морковь и лук. Арахис, клюква, свечи, розжиг для камина, мыло, воск, мед. Этого ничего у нас нет. Насколько я понимаю, россыпью оно не возьмет. Но мы попробуем. У нас есть много соломы, очень много травы, много силоса. Так что можно будет попробовать сюда травы запихнуть. Почему бы и нет. Насколько я понимаю, здесь может быть даже это все будет красиво анимировано. Тепличная продукция. Мыло, свечи, розжиг для камина, мед, воск. Этот понятно. Может быть здесь будет мусор появляться. Может быть. Да, мусор будет появляться. Мусор надо будет вывозить отсюда. Не проблема. Круглые тюки, квадратные тюки. Это понятно. Садовая продукция. Это тоже понятно. И всякие корнеплоды. Да, как раз оно здесь корнеплоды и называется. В общем-то, давайте что-нибудь отвезем. Запустим эту штуку. У нас тут как раз недалеко есть наш ман. Можно подъехать на завод. Или давайте не с завода. Давайте, знаете, откуда соберем. Как раз вот с теплиц, там по 10 поддонов везде будет. Со всех теплиц и со всех садов. А то, что на складе, пускай лежит на складе. Так, друг, стой здесь. Мы сейчас пойдем это все дело выгружать. Это тоже довольно геморройное занятие. Что у нас тут? 13 кубов и 13 кубов. Значит, надо выгружать. Так, выгрузили все, чтобы оно упаковывалось. Надо отсюда линять, потому что ФП здесь сейчас просядет. И сейчас мы сюда, короче, вернемся. У нас тем временем, кстати, вот доехал вот этот грузовичок за нашей упаковкой. И вот она вот здесь вот у нас появилась. Вот 10 поддонов. Видимо, картон просто какой-то. Закидываем эти самые 10 поддончиков. И, друзья, едем на лесопилку. Потому что нам нужны туда еще поддоны. А давай просто едь на лесопилку. А там уже поддоны загрузим. Туда влазит много поддонов, по-моему, 28 кубов. Поэтому мы один контейнер заберем сразу. Руками его на эту платформу. Ну, короче, вы все увидите. Возвращаемся сюда. У яблок уже... Да, иногда вот случаются вот такие вот истории. Нехорошие. Ничего страшного. А иногда эти поддоны могут вообще забагаться и исчезнуть. А потом появиться на магазине. Это, в общем-то, нормальная история. Короче говоря, они уже все повысыпались. Роботы едут назад. Поэтому можно начинать выгрузку. Выгрузку всего. Выгрузку он закончил, но еще не переработал. Значит, ждем. А пока ждем, давайте отвезем все с теплиц. По 10 поддонов с каждой мы собрали. Так что веселые покатушки. Черт, а фермерский этот самый-то далековато находится. Заколебаюсь я туда ездить сейчас. Заколебаюсь я туда ездить сейчас. Короче, друзья, я почти 25 километров намотал. Есть здесь теплиц сюда, а они здесь рядом. 25 километров это довольно много. И это реальные километры. Пробуем, друзья, выгрузить силос. Но, разумеется, я знал, что так и будет. Но не мог не проверить. Это так не работает. Поэтому, ЖСБ, давай, разгружайся и паркуйся. А мы с вами посмотрим, что у нас здесь. Во-первых, появились поддончики на рынке. То есть, вот здесь видно малинку продают. В этом павильоне и есть ее запас небольшой. Ну и, в общем-то, все остальное. Всякие арбузики, грибочки и так далее. Есть пустые палатки, как я вижу. Вот это, например. Но, видимо, оно здесь в разнобой. Потому что эти апельсины приехали сюда, которые у нас растут с садами. По этой стороне, а мы выгружали здесь тепличную продукцию. А еще крыжовник какой-то. А, это клубника. То есть, клубника с теплиц здесь. Апельсины с садов там. Арбузы здесь. Хотя арбузы где-то я еще в другом месте видел. Короче, не важно. Сделана некая такая вот наполненность. А здесь вот пусто. Хотя, вам тоже грибочки лежат. О, тоже знакомый чел сидит, кстати. Странно, что здесь не продается всякая там условная говядина, курятина, свининка. Мне кажется, это было бы неплохо. Давайте еще посмотрим в меню, как быстро это все дело продается у нас. Жалко, вот цены нет. В теории, это должно быть точно дороже. Дороже, чем через обычные магазины. Да черт, я все не могу попасть в нужный. Во, вот это 500 литров в час. Короче, немного и то, что мы привезли, будет продаваться долго. Хотя мы привезли 20 кубов, за 2 дня они продадутся. Но, короче, долго это будет продаваться, друзья. А, получается, следующий день, который у нас будет. То есть, не этот, который сейчас. Хотя и этот, может быть. Короче, я засеку, постараюсь выяснить, сколько у нас денег этот фермерский рынок будет приносить. Стараемся выяснить. Водичку, кстати, товарищ ездит уже на завод удобрений и возит. А, это у нас сейчас последний раз уже едет. И на этом он закончит. Поехали тогда на цементный завод. Посмотрим, что у нас там. Точнее, столелитейный завод. Сюда у нас приехал наш товарищ, который привез упаковку и целый контейнер с поддонами. Поэтому, друзья, я предлагаю пойти это дело и выгрузить. Разгрузка, насколько я понимаю, у нас вот с этой стороны. Сейчас мы, в общем-то, и проверим. Да, пошла пропадать упаковка. Исчезает и как не круто получилось, однако. Ну, ладно. Исчез, в общем-то, контейнер. Все у нас путем. Теперь, друзья, у нас запустилось производство стальных деталей и стальных пластин. Пускай производится. Тут их немного влезет. 36 кубов деталей и 36 кубов, 50 кубов деталей и 36 кубов пластин. На этот склад, который у нас здесь стоит, мы их загрузить не можем. Можем поставить специальный склад для всякого деталя. Насколько я понимаю, вот хранилище металл плюс. То есть тут у нас всякие проволоки, листы, вот это вот то, что с алкоем металл. Все вот эту вот фигню можно хранить там. Но я пока не вижу смысла в этом. Поэтому забьется, производство становится и хрен с ним. Может быть я очень много упаковки поддонов привез, но да ладно. Далее, друзья, наша задача освободить производство, запустить вот это. Остальные балки арматуру перевести на склад. И соответственно с цементного завода перевести цемент. Я кстати сюда уже отправил мана, которым я собственно и катался. То же самое надо сделать и вот с этим. Блин, у него топливо закончится скоро. Я боюсь даже, что он прямо сейчас на заправку поедет. А это не очень хорошо. Нет, он не едет на заправку, он немножко здесь покатается. Но катайся. Значит, друзья, по-быстренькому я тут сейчас вот это вот все дело перегружаю, разгружаю. Перевожу на склад. Перевести нужно по сути дела только цемент, стальные балки и арматуру. Перевести и пойдем потом строить мост еще. Короче, я по-быстрому тут все это перегружаю на автодрайве и все нормально. Короче говоря, друзья, прям по-быстрому не получилось ни разу. Потому что та падла все-таки поехала заправляться после первой поездки. И до сих пор не вернулась. Правда, уже подъезжает. Поэтому всей этой разгрузкой занимался вот один товарищ. А с этим, в общем-то, все понятно. Далее, друзья, в общем-то, надо пойти построить еще один мост. Раз мы ничего не строим, а стройматериалы у нас производятся, то... О, кстати, уже много удобрилось. Тоже скоро закончат. Так вот, так как мы ничего не строим, нам надо пойти построить мост. У нас, на самом деле, не так много мостов осталось не построенных. Шесть штук получается. У меня автодрайв проложен на стройку моста только вот самый верхний, левый. Поэтому строить будем именно его. А потом уже все остальные. Это надо туда автодрайв прокладывать. Мне что-то прям не хочется. А еще, кстати, у нас тут в муниципалитете появилась такая вот награда. За то, что мы построили завод. Если построить все заводы, то здесь будет вся стенка в этих наградах. В общем-то, выглядит довольно прикольно. Так, друг, давай разгружайся. Сейчас мы тебя остановим и отправим возить другие штуки. Давай-давай-давай-давай. Сдынь, разгрузился. Молодец. Обожаю автоматизацию. Так вот, загружаешься ты на складе. Ездить ты будешь на мост 555. У меня тут название мостов вообще дичайшее просто. Не повторяйте моих ошибок. Хотя, на самом деле, разницы особо нет. Так вот, этот мост и грузовые контейнеры. И разгрузку тебе в центр ставим. Давай, в общем-то, едь. А пока он едет, мы здесь выгрузим контейнеров немножечко. Давайте выгрузим один, этот самый, ЖБ барьеры. Один поддон цемента. Один поддон арматура. И, увы, мне надо отодвигать. Но у вас, скорее всего, такой проблемы не будет. Сможете 4 сразу выгружать. У меня почему-то так. Что-то ему мешает спауниться там. А, так вот. И один поддон стальных балок. И, в общем-то, за первую ходку наши грузовички заберут эти вот 4 поддона. И стройка запустится. А потом довезем уже все остальное. Это не проблема. Вот, тоже одновременно. Один с заправки едет, а другой так круголя нарезал. Я надеюсь, они до места стройки-то доедут. Нигде там, ни через какой не построенный мост не поедут. И все будет нормально. Но вроде бы я проверял. Вроде бы там все должно работать. Но вы же понимаете, как бы, вроде бы. Так, приехали наши товарищи на загрузку. Поэтому запускаем одному-одно. Сейчас оно попадает, оно едет. Бздынь, поехал. А второй у нас, соответственно, повезет со второй лентой. Бздынь. Давай грузись. Все запрыгнуло. И давай тоже шуруй. А мы выгрузим еще им поддончиков. На стройку ехать им, твою мать. 15 минут показывает. В общем-то, пока они первую поездку съездят, мы погнали заниматься другими делами. Кстати, друзья, знаете еще что? Мы когда покупали вот эту территорию. Вот она большая. Нам еще в придачу, кроме заправки, достался вот тут вот такая вот штука есть. Hampton Starbucks. Это тоже точка продажи. Кстати, нам пока денег вообще с рынка не упало ни копейки. Вот Hampton. Нет, это Shell A.Z.S. Кофейня Starbucks. Видимо, это оно. Да, это она, если так посмотреть на нее через меню. Так вот, сюда тоже можно привезти яблоки, апельсины. Можно привезти сюда кофе. Сахар, бананы, бекон, бумагу, молоко, белый хлеб, всякий разный хлеб. Господи, сколько тут разного хлеба. Яйца и сливочное масло. По сути дела, у нас есть только яблоки, апельсины. Кофе можно вырастить. И он у нас, кстати, сейчас растет. Бананы есть. Есть также бумага. На данный момент я ничего туда закидывать не буду. Посмотрим, друзья, сколько выйдет у нас с нашего рынка. Но это так, лирическое отступление. А давайте с заводом разберемся и мыслями, которые творятся у меня в голове. Значит, первоначальной идеей было поставить всех животных. И уточек, и козочек, и курочек, и свинок. В общем-то, всех. Но, немного поразмыслив над планами, я, друзья, решил, что мы не будем ставить всех этих животных. Мы поставим только коров. Они нам в будущем на прохождении понадобятся. Все остальное не понадобится. Но еще коз, может быть, тоже впихнем. Вот. А также, друзья, как вы видите, здесь стоят поддоны с кормом. Соответственно, поддоны это не очень удобно. Поэтому я вам не советую этим заниматься, если вы вдруг будете. Приезжайте лучше и выгружайте просто с кузова все ингредиенты для корма. То есть, вот мы, что я имею в виду. Моносмесь, конечно, нужна, но есть миллион способов ее сделать. Так вот, есть, например, корм для курей. Который состоит из основы корма, зерна, смеси и вот три ингредиента. Можно приехать к курочкам и выгрузить эти три ингредиента, как вот мы это сюда выгружали. Смысл вызова делать им корм и везти его на поддонах я не вижу вот от слова совсем. Так что, в общем-то, имейте это в виду. А если вдруг кто играет? Что у нас по сену? Есть сено, кстати. И есть моносмесь. И моносмесей прям мало. Но для старта должно хватить. Давайте, друзья, поставим коровок куда-нибудь. Хороший вопрос, куда их пихнуть. Хочется, конечно же, поближе к базе куда-нибудь. Вот есть площадка, она мне нравится. Можно сюда. Значит, какие варианты у нас есть? Во-первых, будка собака. Я давно хотел поставить собаку. Обычно я это в начале прохождения делаю и забываю про нее потом. А сейчас я вот с какая-то уже 31 серия, наверное, или что-то около того. А собаки у нас до сих пор нету. И это, в общем-то, непозволительное упущение. Давайте пихнем ее вот сюда. И здесь она у нас будет жить. И да, мы про нее, скорее всего, забудем. Так вот, загоны для скота. В общем-то, есть дефолтный коровник на 50 и 200 голов. Но, сами понимаете, эта карта не про минимализм. Поэтому мы идем в животноводство. И тут есть, друзья, вот такой вот коровник на 500 голов. Большой. И есть у нас еще один загон. Где-то там в конце я видел. Загон для коров. За 76 тысяч стоит дешевле и на тысячу коров. Тоже, конечно, здоровенная хреновина. Выглядит она примерно вот так. Но, ребята, она не очень красивая. Я не хочу ее ставить. Я посмотрел тут все намеднее, как выглядит. Поэтому мы возьмем вот такой вот коровник. Он поменьше размером. И на самом деле, наверное, на эту площадку можно их даже как-нибудь постараться упихнуть целых два. На самом деле, вот эти вот дорожки, они же нам не сильно-то и нужны. Поэтому можем там поиграться с тароформингом. Потом давайте действительно два коровника пихнем. Один вот сюда. Черт, он как раз тут и асфальтовый. Ну и ладно. Еще один тогда вот сюда. Тут где-то же должна быть травка, а где-то асфальт. Надо, друзья, тароформировать. Точнее, планировать и закрашивать. Во-первых, давайте тогда... Давайте, в общем-то, да, по-быстрому это все сделаем. Ну вот как-то так. Вроде бы довольно-таки однообразно это все получилось. Или здесь все-таки вот таким гравием сделать. Черт. Сложный выбор. Да, здесь давайте, наверное, тоже все сделаем вот так вот. Пооднообразнее. У нас где-то ман застрял. Главное, чтобы не утопился. Все, вроде бы вот так вот закрасили. Вроде бы все стало красивенько. Короче, один ман решил поехать по-нормальному. А один ман решил поехать по мосту. И, разумеется, провалился. Почему они выбрали разные маршруты, друзья, я без понятия. Хоть убейте, не знаю. Иногда вот так вот бывает, да. А еще здесь, оказывается, платные дороги у нас. 8 баксов. Ладно, 8 баксов не страшно. Так вот, друзья, возвращаемся к нашим коровникам. Надо сюда закинуть по 500 коровят. Если на них хватит денег. Да, кстати, тут все красивенько должно открываться. Только не с этой стороны, да. Вот эта дверь открывается, и где-то они тут даже на улицу могут ходить гулять. Какая дверь их выводит на улицу? Вот эта дверь их выводит на улицу. Она открывается только с внутренней стороны. Остальные, в принципе, можно не открывать. Смысла в этом никакого нет. Только вот эти вот сквозные проезды. Давайте то же самое сделаем в другом коровнике. Не знаю, сколько мы можем купить коров. Так, вот эту штуку тоже открываем, чтобы они смогли выйти. В каждый коровник влазит по 500 голов. Есть брахманы и обычные коровы. Мы, конечно же, будем брать обычные. Брахманы страшные, вообще ужасные. Короче, друзья, тратим миллион денег на коров и еще 100 тысяч за доставку. Итого мы покупаем 400 штук. По 100 штук каждого вот этого вот типа. Остальные, пускай, знаете ли, методом у них там это пестики, тычинки, точнее. Ну, вы поняли. Короче, пускай размножаются. Да, я знаю, что это у растений. Но просто слово тычинка, оно классное. Это те, кто по биологии не может... Знаете, вот иногда люди путают пестики, тычинки, что есть мальчик, а что есть девочка. Вот, в общем-то, для меня в моем пошлом сознании, я не знаю, один я такой или это у всех так. Но, в общем, тараканы, которые в моей голове обитают, сказали мне, что можно это запомнить, как, знаете, тычинка, она тычет. То есть тыкает. А тычут у нас обычно мальчики. Ладно, все, в общем-то, проехали. Нажимаем подтвердить и у нас появилась куча коровок. Еще почему-то 8 евро с меня взяли за другое. Непонятно за что. Ну, ладно. В общем-то, в ближайшее время никаких расходов у нас не предвидится. На балансе 575 тысяч можно будет, в общем-то, как-то засечь. Что, какие доходы у нас будут с фермерского рынка? Лезем в меню животных, друзья. Разумеется, производительность у нас по нулям. Потому что нужно привезти им воды, соломы и корма. Корм у нас моносмесь производится. Можно им еще закинуть на всякий случай силоса и травы по полной программе. И давайте, в общем-то, позакидываем, посмотрим. Во-первых, у нас есть сколько там, 60 кубов моносмеси было. Поэтому давай, друг, съезди, забери ее оттуда. Нам же надо закинуть коровкам водички, чтобы им было что попить. Слава богу, что, в отличие от золотого колоса, если мы не будем кормить наших коров, они не сдохнут. У них просто производительность упадет. Так, вода будет набираться долго, поэтому ставим на загрузку воду. Давай, загружайся, а мы пойдем. Тогда еще поставим на загрузку солому. Солому отвезем с помощью вот этого товарища. Я не знаю, сколько им там надо, нигде не написано. Не узнаем мы только это, когда начнем засыпать ингредиенты. Но вообще, чем больше коров, тем больше требуется корма. А у нас их там много, поэтому его может потребоваться прям очень много. Если его не будет хватать еды, то, в общем-то, будем какими-то сторонними средствами думать о производстве моносмеси. Ну, трактор приехал пополнять и удобрения. А, он на заправку ездил, все правильно. Там уже почти, наверное, все и доудобрялся. Да, так он на последней полоске и приехал пополнять удобрения. Ему на самом деле хватит того, что у него осталось. Ну ладно, почти целый будет стоять тогда в гараже потом. Так, остаток мы потом везем на мой элеватор, если что. 520 кубов. Ну, этого тут очень должно хватить. Я, знаете, люблю с запасом все это дело делать. Вроде как еда им высыпается вот по центру, вот в этом вот проезде. Так что мы туда и заезжаем. Да, видно, конечно, все довольно-таки хреновенько. Да, вот здесь у нас выгружается солома. Выгружаем сколько можем. А влазит туда довольно много, я вам скажу. Прям очень много. И боюсь, что моносмесь, которую мы сейчас выгрузим, ее не будет хватать им вообще нифига. 316, 320. 320 кубов им влезло. Офигеть. И еще 200 у нас осталось в прицепе. Я боюсь, что и бочки воды тогда им будет мало. Ну ладно, вода у нас бесплатная, вода это не проблема. Погнали, кстати, эту самую воду и заберем, потому что он уже должен был наполниться. Заполнилось. Поехали, отвезем. А вот куда она выгружается, хрен его знает. Ну вот тут какая-то бочка. Но это похоже на бочку для молока. С другой стороны еще была тоже там бочечка одна. Я где-то видел. Да. И вот здесь триггер есть. Скорее всего, вода выгружается сюда. Да, так и есть. И да, воды им нужно тоже очень много. Они уже, кстати, 520 литров мне накакали сюда. Короче говоря, друзья, воду я привезу чуть попозже. Потом уже разберемся. И давай паркуйся. Моносмесь, друзья, мы тоже забрали с нашего заводика. Поэтому давайте выгрузим им моносмесь. Я надеюсь, он здесь нормально будет выгружаться. Никуда не полетит. А то, знаете, иногда бывает от таких вот действий можно и с атосферу улететь. Но вроде бы все нормально. Моносмеси, кстати, они не так много потребляют, как соломы, насколько я вижу. Но я могу быть неправ. В общем-то, какой, друзья, у нас план действий? Я буду постепенно сюда подвозить эту самую моносмесь, как она будет заканчиваться. Если наш завод не будет справляться с объемами производственными, давай ей тоже паркуйся. А то мы, в общем-то, подумаем, что надо будет делать. Ну и на всякий случай тогда я закину сюда силоса. Чтобы если у них заканчивается моносмесь, им все равно было что есть. А еще коровки вот сюда вот выходят погулять. Подышать свежим воздухом, так сказать. То запах в коровнике, но такой себе. Посему, друзья, считаю, что большой объем работы мы сегодня выполнили. Запустили фермерский рынок. По-моему, кстати, там 575 тысяч было, а сейчас стало 592. Но это не точно, могу, короче, ошибаться. Можете отмотать назад видос, посмотреть, про какую цифру я там говорил. А тут нет, триггеров никаких нема. А если сюда подойти, ничего. Мы видели, что он 500 в час продает. И вот яблок продал 500 литров. Это, кстати, много. 500 литров яблок и 200 литров мусора уже получилось. Но мусор идет со всех сюда. Ладно. Так вот, друзья, большой объем работы сегодня выполнили. Постараюсь, в общем-то, как-то понять, много ли денег приносит фермерский рынок. Далее, друзья, у нас созревает кофе. Мы его собираем, продаем и имеем уж точно кучу бабла. Ну и, в общем-то, уже тогда будем дальше думать, куда мы и в какую сторону будем развиваться. Сейчас, в принципе, у меня мысли вроде как есть. И, в общем-то, чтобы не пропустить следующую серию, я советую вам очень подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. А если вы хотите посмотреть следующую серию прямо вот сейчас, то это сделать можно на Бусти. А тем, друзья, кто уже поддерживает на Бусти, огромнейшее спасибо за поддержечку. И лайкусики с комментариями тоже не забывайте писать, ставить все, что там, в общем-то, надо. У меня на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки.